итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал я возобновляю свою рубрику о минимализме некоторые из моих подписчиков пришли когда-то на мой канал именно из-за этой темы давно я об этом и не снимала но это не значит что минимализм ушел из моей жизни он был он жил со мной он трансформировался трансформировались мои взгляды если вы вообще далеки от этой темы и смотрите это видео просто потому что подписаны на меня то рекомендую посмотреть мои старые видео оставлю на них ссылочки в которых я рассказываю что это вообще за концепция жизненная такая минимализм речь идет не о просто стиле в интерьере минималистичном или о стиле в одежде это вообще такая целая огромная жизненная концепция которая включает себя вообще все сферы жизни человека и полностью меняет мышление человека его отношения сначала к вещам а потом и к своей жизни в целом сегодня наверное буду говорить на такую достаточно уникальную тему о которой по моему никто еще до меня не снимал это о философии взаимоотношений с вещами любой минималист начинает с того что расхламляет свою жизнь свой гардероб свои шкафы свои свои квартиры дома потом свою голову все начинается с расхламление кстати у некоторых на этом и заканчивается есть такие минималисты которые уже там три третий год снимают видео с названием минимализм расхламление то есть это тоже такая развращенная форма по 3 извращенная форма потребительства но при этом а человек нуждается в постоянном обновлении поэтому он потребляет 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 потом выбрасывает 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 потребляет 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 выбрасывает выбрасывает, выбрасывает, и считает, что это его вариант минимализма. Все равно любой путь начинается именно с этого, то есть избавление от каких-то лишних вещей. Некоторые люди потом искренне жалеют, что что-то выбросили, потому что оказалось, что это нужно, в этом есть потребность, но вот на первых этапах какое-то желание вот освободиться от этих вещей, оно настолько сильное, что человек вот в этом порыве начинает действительно выбрасывать все, что под руку попадается, и потом какое-то время очень кайфует от того, что пространство вокруг него очистилось, и все так вот хорошо. А потом уже со временем начинает ощущать потребность в каких-то вещах, от которых он избавился, может быть, о чем-то сожалеть. Сегодня я расскажу историю о том, как менялись, менялись мои отношения, взаимоотношения с вещами, да, вот когда ты расхламился, теперь тебе нужно как-то выстроить свои взаимоотношения с теми вещами, которые у тебя остались, с теми вещами, которые будут у тебя приобретены в будущем, как, почему, зачем, сколько ты будешь приобретать, и так далее. Это тоже очень интересная тема. У меня, например, были достаточно такие своеобразные отношения со старыми вещами. То есть никак я первое время не могла принять вокруг себя какие-то старые вещи. Для меня они имели какой-то удручающий эффект, я не могла никак найти их ценность познать. То есть мне хотелось, чтобы пусть будет вещей мало, но это такие достаточно свежие вещи в хорошем состоянии, неважно, это мебель или одежда, или там бытовое, что-то в быту, там сковородки или кастрюли, пусть этого будет мало, но пусть это все будет чистенько, новенько, без вот этого хлама. Меня понять можно, учитывая то, в какой атмосфере я росла, и не только я, но многие из нас. Я росла в такие уже достаточно кризисные времена, когда в стране были кризисы. У людей долгое время проседал уровень жизни, в тот момент, на который пришлось мое детство, у многих он уже просел. То есть люди годами могли не менять мебель, потому что не было финансов, не менять шторы, не переклеивать обои, не менять даже самое необходимое, например, с техническое оборудование, да, там краны, трубы, то есть все, все находилось в упадке, и страна находилась в упадке, и люди тоже вот были заложниками вот этой ситуации. То есть я жила в такой вот разрухе, жили мы в общежитии. Когда моя мама въезжала в это общежитие, оно было достаточно новым по ее рассказам, то есть просто все там было с иголочки, но я уже застала вот момент такого, значительного, значительной деградации и пространства, и всего вообще вокруг, когда уже что-то раздолбанно, облезная краска, там исписанные лифты, достаточно такой скромный у многих людей быть, там дети друг за другом донашивают одежду. Секундочку, выключу кондиционер, холодно, что-то замерзное. Естественно, когда ты растешь в такой обстановке, у тебя вырабатывается два, скажем так, две патологии. Первая патология – это вообще не замечать этого. То есть у меня огромное количество знакомых, которые выросли вот в такой вот разрухе какой-то, и они этого не замечают. То есть став взрослыми людьми, они тоже живут в разрухе, там, с какими-нибудь, ободранными стенами, там, неработающим годами, там, смывом в унитазе, да, годами там люди смывают из ведра и совершенно не парятся по этой теме. Потому что они к этому привыкли, для них это вариант нормы, они в этом росли, и они привыкли просто даже не замечать вот этого кошмара вокруг себя. Это первый тип людей. Второй тип людей, которые испытывают к этому всему просто тотальное отвращение, вот тотальное отвращение. Я где-то посередине, я не хочу сказать, что я испытываю к этому тотальное отвращение, но это явно то, что мне как бы не хотелось видеть в своей жизни. Поэтому, например, когда я начала полностью такую свою самостоятельную жизнь, отдельную ото всех, сначала я жила с мамой, потом я жила со своим первым мужем, когда я жила со своим первым мужем, начала жить одна, я стабильно себе старалась снимать где-то квартирки в новых домах, пусть пустая, пусть там без техники, без нужной необходимой мебели, но лишь бы чистенько, аккуратненько, ну куплю я там какую-то кроваточку недорогую, ну какой-то столик, ну что-то, ну как-то по мелочи обставлюсь, но лишь бы не было вот этого чужого хлама, чужих вещей, вот этой какой-то изжитости, пошарпанности и так далее. И, видимо, эта история как-то на меня повлияла, и у меня были такие достаточно специфические отношения со старыми вещами. То есть мне казалось, если вещь старая, неважно что это, там расчастка, фен, какие-то там, я не знаю, штаны, которые еще нормально, но они уже очень старые, это однозначно выбросить, 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 чтобы не было этого убожества, просто не было рядом со мной. У меня была такая радикальная позиция. Потом со временем я стала как-то пересматривать свое отношение к этому. Возможно, отчасти на меня так повлияла моя первая поездка сюда, в Корею. Когда я приехала сюда, я увидела, что мы первое время жили здесь в старом квартале, потом переехали в квартал новостроек, сейчас снова вернулись в старый квартал. И когда вот начала жить вот в этом старом квартальчике, где много старых домишек, я поняла, что вдруг не испытываю к этому никакого отвращения. Есть какая-то аккуратность, есть какая-то упорядоченность. Что-то в этом есть такое все-таки милое. И тут я поняла, что нет никакой проблемы в старых вещах, есть проблема отношения к старым вещам, то есть не было какого-то достойного примера обращения со старыми вещами. Если задуматься, это совершенно нормально, что ты живешь со своими вещами, ты старишься, твои вещи старятся, и даже в этом есть какая-то такая милая что ли аура, милая история прожить, пройти свой жизненный путь со своими вещами. Что в этом плохого? Но не было примера обращения с вещами. То есть когда мы видим старый забор, проблема не в том, что он старый, а проблема в том, что он ужасный, потому что человек не заботился о своем заборе. Или проблема там старого комода не в том, что у него там какая-то трещинка на нем, а проблема в том, что эту трещинку никто не пытался там заделать, задекорировать и так далее. То есть проблема в том, что многие из нас жили в обстановке потребительства, где вещь потреблялась и человек потреблялся, и сейчас живем в такой же обстановке, в такой же ауре. То есть вещь потребляется, человек потребляется, в итоге вещь не нужная идет на помойку, и в итоге, когда ты старик, ты тоже зачастую отправляешься на помойку. То есть тебя просто все списывают со счетов, когда ты более-менее там дееспособный, что ты еще делаешь, что ты кому-то нужен. Причем, когда нет, ты уже не нужен. Никто там не пытается тебя как-то... Ну вот такой вот потребительский мир. И такое же потребительское отношение к вещам. Небережливость, какая-то неопрятность, нежелание как-то поддержать вещь как своего друга. Ведь нет проблемы в том, что действительно в старый любимый шкаф где-то что-то там где-то наткололся. Проблема в том, что ты не хочешь там его отреставрировать, или как-то подделать, или как-то заделать, да, как-то задекорировать его бедняжку, подлечить, залатать ему эту ранку. Проблема именно в этом, да. Поэтому многие из нас жили вот в этой атмосфере отбитых ручек, там, каких-то там поцарапанной мебели, и каких-то облезлых там обоих, да. Проблема не в том, что они облезли, облезли, а проблема в том, что человек не обращает на это внимание. Ну вот оно, это жирное сальное пятно. Ну и хер с ним, ну и ладно, ну и сойдёт, да. То есть человек не пытается латать раны на теле своей бытовой жизни. Вот это, наверное, главная ошибка, главное отторжение к старым вещам. Вот я накопалась в себе, накопала в себе именно эту, эту причину, по которой у меня было такое недружелюбное отношение к старым вещам. Потому что вот я не видела примеры того, как заботы к вещам, да, чтобы как-то поддерживалась вот эта вот жизнь старых вещей. То есть начиная с бережного отношения к тому, что ты имеешь, и понимание того, что, да, что какие-то твои действия могут испортиться, то, что ты имеешь. И заканчивая уже пониманием о том, что вещь нуждается в заботе так же, как и ты. Нет никакой проблемы пользоваться старой расческой. Может быть, она даже в какой-то степени там лучше, чем твоя новая, да. Твой какой-то нибудь там оставшийся от манимой деревянный грейминг гораздо лучше наверняка, чем какая-то разноцветная модная пластиковая расческа. Но мы не видим в этом никакой эстетики, и мы не видим в этом никакой ценности. Нам проще выкинуть и приобрести новую вещь, потратив свои деньги, на зарабатывание которых ты потратил свои силы, свое время. Урвал время, так сказать, от своей жизни, украл время жизни, украл время там от семьи, которую ты мог посвятить семье или хобби, потратил на зарабатывание денег, которые потратил на повторное приобретение вещей, которые у тебя были, но которые просто не устраивают тебя. Вот какая-то старая кровать, какая-то старая тумбочка, какая-то старая расческа, какое-то старое зеркальце. То есть у современного человека нет понимания, что есть разница между тем, что условно можно назвать старьем, и тем, что условно можно назвать ретро. Ведь какой-нибудь старый автомобиль, ржавый, валяющийся на помойке, это старье. А какой-то старый автомобиль, за которым кто-то все это время ухаживал, красил, заваривал сваркой, покрасочные работы, и все вот это ухаживал, вот это уже ретро. То есть вот это старье, а вот это ретро. То же самое, наверное, с нашими вещами, которыми мы пользуемся в быту. То есть важно не то, какие они старые или новые, важно, как ты к ним относился. Как я уже сказала, в этом даже есть определенная такая милая аура, что вот как бы человек может пройти со своими вещами через всю жизнь. Ну, конечно, иногда это невозможно, потому что люди иногда переезжают, меняют место жительства, приходят составлять, что-то продавать. Ну вот в идеале, да, когда уже человек может быть там определился со своим местом жительства, какой-то достаточно долгий свой жизненный путь, может пойти с достаточно ограниченным количеством вещей, заботясь о них так же, как о самом себе. Ну, хочется верить в это, да, потому что даже не все люди заботятся о себе, не говоря уже о том, что вот забота о своих вещах. Заботьтесь о себе, заботитесь о своих вещах, прежде чем что-то выкинуть, хорошо подумайте. Возможно, эта вещь действительно сможет пройти с вами долгий-долгий путь. У меня, кстати, подкопились такие вещи, например, в гардеробе. То есть, я стала гораздо легче относиться к старым вещам в гардеробе. Потому что, если не говорить, что старые, может быть, даже никто не заметит. Никто не поймет. Да, у меня вот есть вещи, с которыми мы прошли уже, получается, достаточно долгий путь. Некоторые покупались еще тогда, когда моя мама была жива. Что-то покупалось вообще в 2013 году. Вот я недавно ходила на день рождения в юбке, которая была куплена в 2013 году. Это такая, ну, обычная такая базовая юбка. И за годы эксплуатации с ней ничего не случилось. Был там период, когда я ее не носила, потому что как-то мы были из гардероба те вещи, с которыми я ее, видимо, сочетала. И сейчас, не сейчас, а год назад купили мне блузку. Я здесь купила блузку. И вот, как оказалось, когда начала собираться на день рождения, что та юбка, которую старая, которая привезла из России, та блузка, которую купили мы здесь, они прекрасно сочетаются. И я такая вся красавица-вс-красавица пошла на день рождения. Поэтому вот такая вот интересная мысль. Переваривайте, думайте. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И пока-пока!